В сегодняшнем видео мы завершаем обзор четырех талантов по коду одизиса PAEI. Если вы не видели предыдущие видео про производителя результата, про администратора и про предпринимателя, то я настоятельно рекомендую вам их посмотреть. Ну а если вы вообще пока не понимаете о чем я, тогда кликните вот по этой ссылке, тут есть вводное объясняющее видео. А сегодня про талант интегратора. Это буква I в коде PAEI. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, из которых последние 12 я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Института Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор этой книги «Методология Одизиса. Реальное опыт внедрения». Она вышла в издательстве МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые интересные, главное, полезные видео. Давайте начнем с того, что талант интегратора крайне важен для лидера любой организации. Будь то большая или малая компания, или даже просто проектная группа, созданная для решения какой-либо задачи. Если вы хотите достичь успеха как руководитель, без таланта интегратора это сделать практически невозможно. Что же такое талант интегратора, и в чем он выражен, и в чем собственно его суть? Если коротко, это способность сплотить людей вокруг какой-либо идеи. Эта штука очень непростая, как вы догадываетесь. Какой же он интегратор? Его главная черта – эмпатия. Это значит, что он способен понимать, чувствовать, сочувствовать, разделять чувства других людей. Он искренне проявляет внимание к вам, как личности. И вам в свете этого внимания очень и очень комфортно. Вам кажется, что вы для него важны. Он звучит и выглядит понимающим и разделяющим ваши чувства и эмоции. Он умеет интересоваться вами. Он умеет задавать правильные вопросы. Он умеет поддерживать, он умеет похвалить, он умеет просто выслушать. Повторяю, вам с ним очень комфортно. Но это внешнее проявление. Я уверен, что если вы сейчас делаете паузу на пару секунд и попробуете представить того, о ком я говорю, то в вашем сознании тут же всплывет один или двое знакомых, которые полностью соответствуют этому описанию. Но что же кроется за внешними проявлениями? А вот что. Ему искренне, не безразличны интересы других людей. Зачастую они ему даже более важны, чем собственные. Нет, на рациональном уровне он не объясняет себе это именно такими словами. Мне важны интересы других людей. Просто он чувствует себя лучше, когда люди вокруг него счастливы. И он стремится вот этому недостижимому идеалу. Раз интегратор понимает интересы других людей, естественно, нативно, ему легче эти интересы приводить к определенным компромиссам или согласовывать их. Сами понимаете, что для достижения гармонии интересов их эти интересы нужно сначала понять. И люди далеко не всегда и не во всех ситуациях готовы о своих настоящих интересах говорить напрямую, открыто и честно. Интегратор же умеет их понимать даже и без слов. Надеюсь, из такого беглого описания вы представили себе этого человека, в каких работах или должностях он может быть полезен. Лично мне на ум приходит работа профсоюзного лидера, то есть работа по защите интересов рабочих. Но мы с вами тут вряд ли будем создавать профсоюз, поэтому вернемся к структуре обычного предприятия и попытаемся найти ему место там. Пока вы себе задаете этот вопрос, где же такой человек наиболее полезен, я вам расскажу о его слабости. Если талант интегратора слишком доминирует, затмевая собой остальные три, то человек быстро теряет возможность принимать самостоятельные решения. Что логично, ведь любое решение нарушит чей-то интерес, а это принесет интегратору чувство дискомфорта. Если интеграция слишком сильно проявлена, то человек теряет способность высказывать свою точку зрения. Она как бы размывается в мнениях других. Ты спрашиваешь, что ты думаешь по этому поводу и вместо четкого ответа ты получаешь ссылки на других, на коллег, на авторитетов. А если будешь настаивать, ну ты-то, ты-то, что думаешь по этому поводу, то он выскажет свое мнение в столь обтекаемых выражениях, что вы ничего не поймете из сказанного. Ладно, давайте вернемся к определению места интегратора в организационной структуре предприятия. Где он наиболее ценен? Я бы сказал, что на любой должности, где крайне важно понимать других людей. Например, вы решили выпустить новый продукт на рынок и проводите исследование. Вы делаете фокус-группы, углубленные интервью в поисках так называемых инсайтов. Так вот, именно тут интегратор будет себя чувствовать прекрасно и будет крайне полезен, потому что он, как никто другой, способен услышать, что говорят люди, даже если они говорят путанно и не связано. Вторая очевидная идея – любой сервис, например, служба поддержки клиентов. Ну вот у меня поломалась кофеварка на вторую неделю работы. Я зол, звоню в службу поддержки, а там на том конце провода интегратор, и я сразу чувствую, что он на моей стороне и что он мне поможет. Прекрасно, правда? Кстати, какие ваши идеи? Где интегратор может пригодиться больше всего? Напишите мне в комментарии. Под конец сюжета я хочу еще раз вернуться к той идее, с которой я начал. А именно, талант интегратора крайне, крайне важен для лидера. Лидер – это тот, кто способен произвести идею и далее сплотить людей вокруг этой идеи. Лидер просто обязан понимать и чувствовать людей, иначе как же он поведет за собой? И с этой точки зрения талант интегратора нужно постоянно в себе развивать, если вы хотите сделать карьеру в управлении людьми. Как это делать? Во-первых, пройдите тест на официальном сайте института Одизиса и определите, насколько талант интегратора у вас развит. Во-вторых, я бы вам, конечно же, рекомендовал прочесть книгу Одизиса «Развитие лидеров». Там есть рекомендации всем стилям, как им развивать свои таланты. Ну и далее есть масса вменяемых книг на тему развития эмпатии. Это сложно, но реально. На этом сюжете моя серия про таланты кода Одизиса пи-э-э-э-ай заканчивается, потому что я вам уже рассказал обо всех четырех талантах. Есть, правда, еще один персонаж, который потерял все, что у него было. То есть все вот эти четыре буквы, четыре таланта приближаются к нулю. Одизис называет такого персонажа «мертвый пень». Я, честно говоря, еще не решил, нужно ли ему посвящать отдельный сюжет или нет. Напишите мне в комментарии, пожалуйста, насколько вам было бы интересно посмотреть сюжет о нем, о мертвом пне. Ну и, друзья мои, если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса или ваше собственное профессиональное развитие или просто больше узнать про работу института Одизиса, то вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. И если вам понравился этот ролик, наградите его лайком, чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и на колокольчик.